Старинные сибирские монеты, модели горных машин, чучела птиц и гербари местной флоры. Фонд музея – это 200 тысяч уникальных экспонатов. Но вместить все произведения искусства старинное здание просто не может. Не хватает места, поэтому многие находятся в хранилищах. Первый проект по расширению музея был разработан еще в 2012 году и предусматривал строительство дополнительного – пятиэтажного здания с башнями. Но от таких грандиозных планов пришлось отказаться, краевой бюджет не потянул. В 2017-м к проблеме вернулись, и алтайские архитекторы разработали новый, более скромный и реальный. По новому проекту реконструкции к зданию Алтайского краеведческого музея планируют добавить небольшую пристройку, которая будет прибегать к главному зданию. Всего пристраивается 600 квадратных метров. Сейчас музей имеет в распоряжении 900 квадратов. Будущим проектом также приусмотрен снос двух построек по бокам от музея. По словам архитекторов, это поможет открыть исторический вид здания. Подлинный вид зданию, которое было построено почти 200 лет назад, решил вернуть известный алтайский архитектор Евгений Тоскин. Именно он выиграл тендер на разработку проекта. Во время общения с нами уточнил, что помимо внешних изменений, музей преобразится изнутри. Будет проведен капремонт, заменены окна, двери, обновлены экспозиции. К концу года мы должны получить положительное заключение экспертизы. И я так думаю, что на будущий год будут запланированы деньги и начнется строительство. Начало строительства ждут и сами сотрудники музея. Директор Краевеческого надеется, что со временем у музея будет не одна дополнительная пристройка, а гораздо больше. Мы находимся около здания, в котором музей находится с 1913 года. Это вот сколько поколений барнаульцев, а мне часто приходится во время экскурсии, да и просто общаясь с барнаульцами, говорить о том, мне говорят, так еще меня дедушка водил сюда. Площадь наша увеличится ненамного, но суть экспозиции будет немножечко другая. Они будут более современными, интересными, с интерактивными включениями. Кстати, в ожидании обновлений и сами барнаульцы. На вопрос, нужна ли реконструкция памятнику культуры, отвечают буквально в один голос. Да, конечно, нужно. Это как на средство. Нужно следить за состоянием. Я думаю, что стоит. Почему? Потому что старое уже. Напомним, по словам архитектора, воплощать в жизнь его проект начнут в следующем году. Сам Евгений Тоскин, а также руководство музея и жители города надеются, что планам ничего не помешает. И многомиллионный проект не отправится в стол, а станет реальностью. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости.